Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православна. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, немножко сейчас хочу объяснить, люди начали волноваться, кто-то переживать, не понимая некоторых моментов, и задают вопросы, как я лично отношусь к Государю. Поэтому я сейчас буду говорить не как я лично отношусь, моё мнение вы уже слышали, я очень стараюсь любить, как могу, всю царскую семью, Богом поставленную. Поэтому весь род романов, он у меня в сердце находится, я очень сильно люблю их. Сейчас я буду говорить не о своём мнении, а как должно быть в церкви, то есть повиноваться. Вот смотрите. Давайте немножко начнём с Ветхого Завета, чтобы у нас были слова не мои лично, а слова Писания. «Я вознёс избранного из народа моего, святым елеем моим помазал его». Псалом 88, 20, 21. «Не прикасайтесь к помазанным моим». Псалом 104, 15. «Мною цари царствуют, и повелители узаконят правду». Притча Соломона, 8, 15. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». Притча Соломона, 21, 1. «Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно приедет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает». Притча Соломона, 24, 21, 22. «Где слово царя, там власть». «Екклесиаст, 8, 4». «Даже в мыслях твоих не злословь царя». «Екклесиаст, 10, 20». И можно говорить и говорить. Но давайте перейдем к Новому Завету, братья и сестры. Апостола Петра. «Бога бойтесь, царя чтите». 1 Петра, 2, 17. «Вот кто такие православные святые». Будем дальше. «Они святые, и мирила, и критерий всего православного, всего евангельского. То, что не от них, что не в их духе, то не православно». Святой Иустин Попович. Писания святых отцов все составлены по внушению или под влиянием святого духа. Чудное в них согласие, чудное помазание. Руководствующиеся ими, имеют без всякого сомнения, руководителем святого духа, святитель Игнатий Бринчанинов. А вот что они говорили по природе власти, вообще о царской власти в частности. Священномученик Ириней Леонский, 130-й год, живший. «Всякий праведный царь имеет священнический чин». Мы также говорили об этом, что царя можно назвать, что он есть епископ внешних дел церковных, но не внутренних. Святитель Григорий Богослов, 3025 год. «Цари, горнее, горнее принадлежит Богу, а дольнее и вам. Будьте же, скажу смелое слово, богами для своих подданных. Блажен, кто многотрудными руками чтит царя, и для многих служит законом жизни». Вот здесь, братья и сестры, я хочу немножко вам пояснить, что же здесь написано, да, вот именно «будьте богами для своих подданных». И слово «богами» поставлено маленькой буковкой. То есть, Господь всех православных людей ведёт к обожествлению. То есть, да, вот поэтому, как и мы, если достигнем милости Божией, то есть, человеколюбия, то будем именно соцарствовать со Христом, то есть, да, богами по благодати. А Бог есть Бог по существу своему. Поэтому, то есть, вот это слово «богами» для своих подданных, это не есть догмат, понимаете? Многие люди сейчас, вот, да, вот я хочу, чтобы мы правильно исповедовали царя, правильно исповедовали Господа. Это самое главное, чтобы мы оставались в церкви, в ограде церковной. Поэтому все соборы, постановления, мы должны их, вот именно, руководствоваться ими. У нас также святой Симеон Новый Богослов, он говорит, епископ, есть глава. То есть, да, он там говорит не как истину такую, как догмат. А также из-за царя многие говорят, что он глава народа. То есть, да, ну, начали сейчас вот именно люди, которые проповедуют, как догмом произносит, как правило церковное, что он уже, и начали говорить, что он уже глава земной церкви, понимаете? Вот. Это неправильно. То есть, надо понимать, что вот святой Иван Кронштадтский говорил, да, что вот в иконе сам Господь. Но в иконе не может быть сущность самого Бога, а иначе мы бы поклонялись иконе. То есть, ну, мы поклоняемся, когда перед иконою, мы первообразу поклоняемся, то есть, Господу, который на небесах есть. То есть, да, вездесущий. Вот. Поэтому, если бы мы поклонялись самой иконе, то есть, да, самой доске, то есть, мы бы стали идолопоклонниками. То есть, вот. Поэтому надо понимать вот это. И слово, которое отец говорит, святой, надо это понимать не как догмат, когда он говорит вот такие вот вещи. Вот я, да, вот именно пример говорю. Поэтому слово, что святой Симеон Новый сказал, богослов, что епископ или, там, допустим, игумен в монастыре есть как глава монастыря. Он имеет в виду другое совсем, чтобы вот именно было подчинение по Богу. То есть, да, вот эти вот духовные подчинения обязательные. То есть, вот. Так как есть на небе иерархия, и на земле есть иерархия. Давайте дальше. Святитель святой Иван Златоуст. Итак, должно высылать великую благодарность Богу и за то, что есть цари, и за то, что есть судьи, имея попечение о благоустройстве людей, чтобы многие из них не жили бессмысленные зверей. Бог учредил власть начальников и царей, как бы бразды для управления кораблем, устроя, чтобы один повиновался, а другой повелевал. Ибо равенство чести часто производит вражду. Он устроил не народное правление, но царское. Поэтому демократия – это демон там. Святой Блаженный Аврелий, Августин, 354 год. При отсутствии справедливости, что такое государство, как непростая разбойничья шайка, так же и разбойничья шайка, что такое, как не государство. И они, разбойники, представляют собой общество людей, управляются начальствами, связанные обоюдным соглашением, делят добычу по установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей достигает таких размеров, что захватывает города и страны и подчиняет своей власти народ, тогда открыто получает название государства. Как же могут цари служить Господу в страхе иначе, чем воспрещая и карая в благочестивой строгости то, что противоречит велениям Господа? Государство лучше всего устрояет и хранится, будучи основанно и связано верою и прочим согласием, когда все любят общее благо, высшее же благо есть Бог. Преподобный Исидор Пилусиот, 350-й год. По елику равночестность по обыкновению выжигает часто войну, то Бог не попустил быть народоправлением, но установил царскую власть, а потом за ней и многие начальства. Поэтому вправе мы сказать, что самое дело, разумея власть, то есть начальство и власть царская установлены Богом. Но если какой-нибудь злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему и сблевать сие лукавство, как фараону. И в таком случае понести крайнее наказание или уцеломудрить тех, для кого нужна жестокость, как царь Вавилонский уцеломудрил иудеев. Церковь же исконно понимала, что царская власть установлена Богом. Братья и сестры, тут можно говорить и говорить, я очень такую книжечку сделал специально, что у нас все святые, они всегда к царям, всегда очень хорошо относились. Сейчас некоторые священники, которые выпускают именно видеоролики, говорят про династию Романовых, то есть, что они были, то есть, даже дела делали нечестивые, то есть, да, вот. У нас все святые, что батюшка Серафим Саровский, святитель Тихон Задонский, Иоанн Кронштадтский, все наши святые отцы, они очень сильно любят род Романовых. Я сейчас вот буду немножко читать, да, вот, святой преподобный Анатолий Оптинский. А коли царь зовет, значит, зовет Бог. А Господь зовет тех, кто любит царя, ибо сам любит царя и знает, что и ты царя любишь. Нет греха больше, как противовление воли помазанника Божией. Береги его, ибо им держится земля русская и вера православная. Молись за царя и заслоняй его от недобрых людей слуг сатанинских. Россия без царя труп смердячий. Царь всему голова. Вот видите, как вот, да, отцы пишут? Царь всему голова. То есть, вот, ну не церкви. То есть, понимаете, вот, это надо понимать не как догмат, а как мы уже с вами объясняли. А так можно и взять и поставить, как святой Симеон Новый Богослов сказал, что там, допустим, епископ есть глава. Ну, значит, раз и поставили его главою. То есть, да, ну, это же нельзя, это же ересь, понимаете, вот. А святые отцы, они не это имели в виду. Они говорят, что вот именно, как раньше мы читали с вами, что должно быть правление, то есть, а не демократия. То есть, понимаете, вот. Царь есть всему голова. А потому, как тело с отрезанной головой немедленно начинает разлагаться, так и Россию. В случае, если она лишится царской власти, неименуемо ждет та же участь. Святитель Тихон, патриарх московский. Царь есть батюшка для народа. Как трогательно называет его сам народ? Мы же, братья, будем молить Господа, дабы он и далее сохранил для России царя самодержавного, даровал ему разум и силу судить людей, и державу российскую в тишине, и без печали сохраните. Так на днях совершилось ужасное дело. Здесь вот за государю говорится, что его убили по постановлению Уральского областного совета рабочих и солдатских депутатов. И высшее наше правительство. Исполненный комитет одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь Словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны повинуться учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстреляна. Ну, здесь было расстреляно. То есть, они там ещё в то время не знали, что сделали. Что как по-другому убили, да? Что кровь падёт и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Святитель Макарий Невский, митрополит Московский, Коломенский. Мы переживаем смутные времена. Бывали на Руси лихолетие, но тогда было не так худо, как теперь. Тогда были все за Бога. Все желали знать, что ему угодно. А теперь не то. Это вот за красную власть, когда пришла. У нас также здесь, вот в этой книжечке есть, братья, что пишет у нас святой Иван Шанхайский. Вот для тех, кто не понимает, что именно зарубежная церковь и московский патриархат – это всё одно целое. То есть, вышло все хератонии, рукоположение с одного синода. То есть, вот именно в царское время, это один синод был. То есть, понимаете, мы все с одного рукоположения вышли. И когда пошли вот эти вот заблуждения, ереси, когда храмы разрушали, то есть, да, многие… получилось так, что оказались за границей, то есть, да, были вынуждены с народами эмигрировать. То есть, и поэтому патриарх Тихон официально написал письмо, чтобы люди служили там, епископы, то есть, да, за границами. И почему его назвали именно за границей? То есть, вот когда самые первые у нас начали пошли письма оттуда писаться, то писали там, допустим, о митрополит Антоне из-за границы. То есть, да, так и пошло, за границей, за границей. То есть, да, но это всё одно и то же. И об этом святитель Иван Шанхайский пишет, что церковь из-за вот этих вот разделений, ересей, из-за вот этих вот мучений, которые от красной власти пошли, оно разделилось на две части. То есть, понимаете, это нас разделило вот эта вот именно власть красная, которая пришла. И также вот эти вот всякие неправильные где-то понимания какие-то, вот как сослужения вот этой царской власти, епископов многих в московском патриархате. Поэтому это всё одно и то же, понимаете, дело в чём. То есть, вот Ахиратонии у нас одни и те же. Поэтому и святые у нас одни и те же. И когда соединились РПЦЗ с московским патриархатом, также в московском патриархате все люди начали почитать святого. Ну вот у нас, да, Ивана Шанхайского. То есть, вот так же чтут его, он святой у нас. Поэтому это одна церковь. Те люди, которые не понимают, они начинают выкрикивать. Но вот это вот соединение, которое было, оно произошло именно экуменическим движением. То есть, понимаете, люди были захвачены этим экуменическим движением, соединять всё, соединяться. А некоторые услышали патриарха Еринея Ганимова, который кричал, что не соединяйтесь, подождите собору, когда царь придёт. И вот наши хиратонии от тех епископов, которые не соединились, понимаете, не пошли соединяться. Что толку соединяться, если там сейчас идёт непонятно, какие действия. Поэтому мы не соединились. И меня назвать там, допустим, понимаете, все наши первые иерархи РПЦЗ, они всегда писали. Всем непоминающим, которые живут в России, они с нами одно целое. Потому что церковь одна, её разделять не надо. А иначе, когда вы будете разделять, вы будете раздирать Ризу Христову. Вы поймите, это одна церковь. Вот эти вот вещи надо понимать очень. И вот как бывает, что сколько времени кричали, что РПЦЗ раскольники. А сейчас московский патриархат весь поминает святого Ивана Шанхайского. Как так? Ценит труды, которые написаны Серафимом Роузом. То есть, разве кто-то может сказать, что Серафим Роуз какой-то раскольник? Да упаси Божий. Поэтому, братья, естественно, здесь очень глубокая ситуация. И у нас были разные истории в жизни. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Если вы хотите, я более подробно об этом другую проповедь скажу. Здесь дальше у святого Ивана Шанхайского есть слова, которые он пишет, что мы должны молиться за государя, потому что это Богом поставленная власть. То есть, она ближе к Богу, выше всех властей. То есть, это Богом определённая власть для нас. Чтобы нам легче спасаться было. И как на небе один царь, так и на земле один царь. То есть, да, вот эти вещи, они нужны. Ну, не народоправчество. То есть, вот такое вот. Дальше он говорит то, что надо молиться не только за то, что вот именно за государя нашего дивного, который пострадал, да, то есть, ну, ещё и за молиться у Бога, что если ему угодно, чтобы грядущего государя подать. И вот теперь смотрите, да, вот именно как мы можем относиться к государю нашему Николаю II. Вот смотрите, о Христо подражательной жертве и подвиге государя, которая похожа на Господа нашего Иисуса Христа. То есть, Христо подражательная жертва всей августейшей семьи. Можем ли мы так говорить? Конечно, можем. То есть, потому что и у нас и Писание всё говорит, что мы подражали Христу, как Христос нас научил нести послушание Богу Отцу. Поэтому, если мы будем говорить, что государь сотворил подвиг христо подражательный, это будет правда. Можем ли мы говорить и искупительной? Вот сейчас мы давайте с вами поговорим на эту тему. То есть, смотрите, давайте мы сейчас рассудим, что такое догмат. То есть, да, почему нельзя как догмат ставить в церкви вещи какие-то. Догмат – это истина. Это постановление, утверждённое церковью, соборами. Это вероучение, объявленное обязательным и неизменным, не подлежащей критике или сомнению. Есть догматы в отношении Бога, как в Святой Троице. Есть догматы в отношении спасения людей Богом. Есть догматы к соборным постановлениям, которые были вселенские, да, у нас и поместные. И именно эта догма повелевает нам без соборного утверждения того или иного вопроса. Мы не имеем права ставить вероучительный вопрос как истину, как догмат. И вот, смотрите, слово «искупитель», то есть, да, мы здесь как догмат поставить не можем. Не можем почему? Потому что соборным решением, то есть, это может вынестись. А пока это не вынеслось, мы как догмат его ставить не можем. Кто-то может верить отдельно, кто-то не может верить отдельно. Но как догмат утверждать мы это не можем, потому что мы можем где-то погрешить. И раз сам Господь так утвердил в Духе Святом, что должно соборами утверждать какие-то моменты, то есть, вероучительные такие, то мы здесь уже должны с вами, как сказать, хотя бы не проповедовать всем, что это истина и так далее, потому что собора не было. Да, мы можем сказать, что здесь какой-то отец высказывался, здесь чадо говорят, что там отец высказывался, у нас 70% пророчеств, у нас чадо говорят, что отцы святые высказывались так или и так. Но это не может быть у нас как догма. Ещё раз повторяю, то что церковь, она всегда соборная апостольская церковь. То есть, если мы находимся в соборной апостольской церкови, мы должны это исповедовать, понимать, о чём я сейчас говорю. Поэтому вот этот вопрос для меня, он остаётся, как вам сказать, очень сложным. Я сейчас из-за своего скудоумного ума не могу какие-то моменты более рассудительные вам сказать. Всё, что мог сказать, я сказал. Но я, конечно же, исповедую, что Государь наш Батюшка – великомученик, который подражательный подвиг сделал Господу нашему Иисусу Христу за Россию. Поэтому вот этими подвигами мы живём милостью Божией. То есть, имеем возможность и причащаться, и молиться, и так далее. То есть, вот поэтому из рода Романовых нам Господь вот такого дивного мужа возник, который не сам пошёл на смерть, а ещё и всю семью свою, ещё и смотрел, как мучаются детки его. Поэтому, братья и сестры, я сейчас объясняю эти моменты, какое отношение у нас может быть правильно, какое неправильно. Я против не этого, против я другого, что начинают накидывать на Государя те вещи, которые к нему не относятся. И вот эти вот, знаете, мы можем верить в Господа, то есть, мы можем верить по канонам, которые, как догматы сейчас идут, утверждённые Вселенскими Соборами. Но если нам захочется что-то ещё привнести, и мы начнём от такого чувства к Богу, допустим, начнём что-то превозносить, а слово убавишь или, допустим, отнимешь от Соборов, получается так, что мы ересь начинаем проповедовать. Это ладно ещё, если идёт какое-то заблуждение, то есть, да, слава Богу. А когда уже начинается упорствование такое идти и проповедование всем, то мы можем погибать в этом отношении. Да ещё и за нас сколько может людей погибать. Поэтому в какое-то время возникали какие-то ереси. Также и в ереси в отношении царя многие возникают. Мы с вами уже объясняли эти вещи. Во-первых, допустим, взять, как многие проповедуют, о том, что было такое, знаете, духовное венчание государя с народом. То есть, да, вот, ну, это было осуждено соборами, язычница такая была. Когда язычники как обожествляли раньше царей своих, то есть, да, вот они всегда так говорили, что вот именно какое-то венчание такое духовное было. То есть, вот, нет, у нас таких таинств в церкви нет, надо понимать. То есть, да, откуда это привносится, откуда это всё берётся. Поэтому, братья и сестры, надо быть внимательными. Или там, допустим, да, вот вопрос, давайте мы сейчас с вами немножко разберём, как некоторые начали переживать, друзья мои, и писать мне, что, а как же так, мы столько времени молились, то есть, неужели на нас вообще греха нет, что вот так вот поступили с государем. Вот, и мы им объясняем, что, братья и сестры, вот смотрите, то есть, гнев Божий на нас прибывает, потому что нам страсти передаются через наших сродников. То есть, да, и вот те вещи, которые там вот были через наших сродников, которые там, да, может кто-то участвовал там, срывал там колокольни, ещё что-то, да, там кто-то предал по трусости, кто-то ещё что-то, то есть, вот. Вот, и гнев Божий на нас прибывает. Вот это однозначно надо понимать, нам надо каяться. Вот как вот смотрели фильм «Остров», да, он там думал, что убил кого-то, он, конечно, поисповедовался в этом, но всю жизнь свою плакал об этом грехе. То есть, да, вот нам то же самое надо, не постоянно, то есть, исповедоваться в этом, тем более суть-то какая, что человек, который покрестился, с него снимаются все грехи, и первородные грехи, и прародительские наши вот эти грехи, которые мы рождаемся, понимаете? Вот, а кто думает иначе, ну, это не есть православие. Я вот сейчас вот немножечко вам тоже записал об этом, чтобы вы понимали, о чём я говорю. То есть, так, у крещений человек очищается от первородного греха, прародительского, и сообщено ему через рождение его родителей. Вот мы давайте немножко посмотрим. Марку 16, 16. Говорит Господь. И же веру имет, и крестится, спасен будет. А ведь к Богу никто нечистый не войдёт, понимаете? Аще кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Небесное. Иоанна 3. Святой Тихон Задонский. Видим, что люди после крещения омываются от скверн греха, очищаются и освящаются, исходят от купели, чисты, святы, как бы в царской порфирии. Понимаете? Получаем отпущение грехов всех, никаких, каких бы не имел человек. Вот у нас есть в Деяниях, да, Павел, от Павла, там, Деяния, то есть, 2, 38. Тоже посмотрите, там в Деяниях очень много написано за эти вещи, то есть, да, что омываются грехи у нас, вот именно. Также говорится, через Адама грех вошёл в человека, а через нового Адама, то есть, Христа Иисуса, спасение пришло, очищение. То есть, да, вот именно. Поэтому мы не можем говорить такого, что на нас остался грех после крещения. На нас нет никаких грехов после крещения, но наказание Божие на нас есть. То есть, понимаете, вот, и страсти в нас есть, наших родителей, то есть, да, вот именно. Поэтому мы и мучимся постоянно, вот, и мы должны каждый раз исповедовать Господа, каждый раз наступать на голову себе, то есть, вот это себе жаление. То есть, да, вот через кровь вообще родительскую входят многие страсти к нам, то есть, вот грехи, которые, допустим, передаются, или мы какие-то, как вот вам сказать, мы, допустим, какие-то грехи, вот если совершили, то есть, мы в крещении, каждый грех у нас омывается. Так исповедует святая церковь, утверждённая Вселенскими соборами. Поэтому, когда начинают привносить что-то новое о царе и говорить, что этот грех, который мы повинны в предательстве, он не омылся у нас в купеле крещения, то такое учение не церковное вообще. Поэтому я, конечно же, за государя, за грядущего государя. И все мои проповеди, смотри, они всегда за государя идут. И я просто не хочу, чтобы что-то, знаете, привносили новое, которое противно учению церкви. Мне хочется остаться в ограде церковной. Также и я вам обязан проповедовать именно только на основании канонов. А если что-то буду говорить не так, как апостол говорит, а если что-то, скажем, не так, или ангел с неба придёт и скажет не то, что мы благовестили, то да будет анафема. Поэтому я тоже вам пытаюсь говорить то, что церковь учит чему. Но мы хотим порой жить в каких-то мечтаниях, чтобы у нас царь был вот такой светлый, чтобы цветочки росли, когда он будет ходить, там ещё что-то. Каких только вещей нет. Вот это нам не нужно привносить. Ни в отношении Бога не прибавлять, не убавлять то, что нам составлено, ни в отношении царя. То есть вот, братья и сестры, эти вещи, они очень важны. Тем более мы знаем прекрасно, что должен прийти антихрист. Поэтому чтобы и Господь сказал, что пролистятся даже избранные. Понимаете? Я не думаю, что мы настолько о себе высокого мнения, что мы думаем, что мы не прельстимся. Поэтому мы только молимся, Господи, помоги, чтобы не прельстились. Помоги распознать, что не так, чтобы не заблудиться нигде. Также некоторые братья начали писать, что те вещи, которые я зачитывал, и просмотрели они все мои ролики, что я за московский патриархат. Братья и сестры, я не знаю, откуда вы берёте вот эту чушь всякую. Я лишь только одно хотел сказать вам всегда, что я не являюсь судьёй. Я не собираюсь решать о безблагодатности московского патриархата, то есть благодатности или неблагодатности. То есть все вот эти вот моменты должен собор решать, а не я. Поэтому что я делаю? Я вам не благословляю туда ходить. Никогда никому в жизни я туда не благословил ходить. То есть это раз. Сам не хожу никуда. Всем чадом своим никто не ходит туда. То есть вот. Я не исповедую, что они там исповедуют. Соборы, которые они сейчас утверждают, я не исповедую. Но есть такие вещи, которые, допустим, если говорят, вот смотрите, допустим, вот вышли в Непомин кучка людей, и начали, допустим, один кто-то там в лидеры выбился и начал проповедовать. И говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Если, допустим, мы все будем слушать только его, а другую сторону не послушаем, который критикует его, то мы можем оказаться в блудни какой-то, понимаете? Поэтому мы должны всегда сверять каждое слово, которое нам говорится, мы должны сверять с соборами. То есть если нас, допустим, мы слушаемся обычно, вот в каких вещах? То есть мы слушаемся, когда духовное послушание какое-то идёт. То есть мы тогда слушаемся. Как только вероучительность что-то начинается, мы должны всегда сверять, что нам говорит пастырь. Это обязательно делать. Поэтому я и сверяю. Если кто-то, также Даниил Сысоев, как мне начали писать, что я из-за того, что прочитал, меня назвали, что я там московскую патриархию проповедую. Да боже упаси, что за разговоры такие идут? Но если я прочитал Даниила, священномученика, которого в храме убили, я прочитал то, что он говорит по закону церковному, то есть он же всё равно как богослов. Есть вещи, с которыми я вообще не соглашаюсь, что он говорит. Но я это отметаю и смотрю, с чем я могу согласиться. Но это никак не говорит, что я через него начинаю московский патриархат проповедовать. Надо понимать вот эти вот вещи. Сам Господь у нас сказал, слова, которые они говорят, слушайте, но по делам их не поступайте. Это же кому он сказал? Апостолам? А кого слушать слова, которые говорят они? То есть это были те, которые убили Господа. То есть понимаете? Также и здесь есть такие люди, я вам тогда уже говорил, что есть такой монахи, которые в МП находятся. Сейчас они покойные, я бывал за покаяния, заслушивался их. И действительно, мне очень интересно вот эти вещи, плоды покаянные. То есть, да, вот, сейчас вот не помню, чтобы вот имена называть, да, вот, как-то вот вылетело из головы. Но я просто к тому говорю, что я сверяю. Вот и что такое где-то с рассудительностью подходить? Надо послушать одну сторону, другую сторону, а потом делать вывод. Так царь Соломон, когда привели, вопрос был о ребёнке, ему привели на суд одну женщину и вторую женщину. Он одну выслушал, вторую выслушал, то есть, да, и потом сказал о повелении уже, чтобы Бог ему открыл. Мудростью. Вот, поэтому я стараюсь одно мнение взять, второе мнение взять и посмотреть, сверить, проверить. То есть, да, а потом вот эти два мнения, которые есть, я беру и начинаю сверять с соборами. И уже смотрю, что собор определяет, кого больше принимает слова. Туда я иду, туда же и вам говорю идти. Вот, поэтому, а вы уже сами смотрите. И в чём интересно тут было какое-то причисление меня к московской патриархии? Я вообще не понимаю этих вещей. Если, братья, вам не нравится то, что я говорю, если вам не вмещается, что я говорю, то тогда вы смотрите другой канал тогда. Зачем? Здесь люди, которые смотрят. Бог сам управляет, что им услышать от меня, что не услышать от меня. Ну да ладно, эти вопросы оставим. У нас всегда были критики. И если критики идут конкретно в личные какие-то мои грехи, то слава Богу за всё. А если уже о вероучении какое-то, да, то есть, ну я не могу согласиться с этим, потому что там ересь учат, и никакого причисления к этому не имеют. И все те люди, которые у нас тоже не имеют. Так, братья и сестры, ещё вопросы мне коротко задают о имя слави. Вот смотрите, я в тот раз вам объяснял, и сейчас хочу коротко сказать в двух словах. Вот всё, что имя слави проповедует, я с этим практически совсем согласен. Кроме одного, это то, что написано в книге, которую я уже говорил, на горах Кавказа, где там учение идёт, где говорят, что в именем Божьем находится сама сущность Божества. Это неправда, это ересь. Так святой Григорий Паламо научает нас и другие отцы. А то, что дальше святой Григорий Паламо говорит, то, что имена Божьи суть, энергии Божьи, силы Божьи, которые не отделены от Христа. Но и сущности Божества в них, в самой сущности Божества нет. Это силы Божьи и энергии Божьи. Поэтому и определяется так. Если имя слави будет, допустим, со всеми своими проповедями говорить именно и вот эти вещи, что я сейчас коротко сказал, то, конечно же, я буду очень рад и слава Богу за всё. То есть, вопрос стоит только в одном. Больше у меня никакого вопроса нет. По поводу двуеперстия, старообрядничества. Вот у нас какое определение. Филарет Дроздов, он чётко, ясно описал, как мы сейчас должны к этому относиться. То есть, те соборы, которые у нас были, кого они подвергают наказанию, а кого не подвергают наказанию, кого клятви, кого не клятви. Вот мы должны смотреть. Если старообрядцы находятся в православии, то есть, соединённые со святыми нашими отцами, которые сейчас у нас есть все после реформы, они соединились с ними, но старообряд придерживают, то на таких клятв нет. Потому что они с телом Христовым находятся. Если те люди, которые отделились от нашей святой церкви, то есть, со святыми вместе, и проповедуют старообряд, на таких клятва есть. Вот коротко и ясно, чтобы вы понимали эти моменты. Я за церковь и за тело Христово. И в этих обрядах я спорить больше не собираюсь. Что-то ещё, может быть, какие-то вопросы задаются, мне стараюсь вам отвечать. Вот, братья и сестры, я хотел вам посоветовать. Сейчас время настолько очень тяжкое, и, может быть, мало кто знает. Вот у нас есть священник, которому благословил Николай Гурьянов быть священником, отец Александр. Ему старцы чётко, ясно рассказывали, как нужно сейчас в наше время защищаться от духов нечистых. Как делал вот самсон многострадальный у нас. Вот у нас есть молитва задержания, помните? Многие сейчас люди не до конца это делают. То есть, не описано тех вещей, как отцы делали. Описаны там такие вещи, что когда, допустим, как мы должны? Мы должны прийти, допустим, у нас ремень должен быть, желательно, с молитвкой. Если нет, то пояс есть такой, живый, в помощи Вышнего. И, смотрите, снимаете, на пол ложите и в кругу, прям сомкните круг ремня, то есть, вот, и стоите в кругу в этом. Рядом поставьте баночку какую-нибудь с крещенской водой или стаканчик, крапила, вот, и начинайте читать молитву задержания. После того, как прочли молитву задержания, стойте и крапите возле себя крещенской водой вот этот поясок со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Аминь. Вот, когда покрапили всё это, так же, не размыкая, на себя одеваете и застёгиваете. Вот, и вот так ходите. И у нас многие отцы, кто так делали, они были для врагов невидимы. Когда приходили, хотели схватить их там или ещё что-то, ходили вокруг, бегали, но их не нашли. Вот, и эти молитвы, они очень сильные. Поэтому старайтесь не жить во грехе смертном, когда такие молитвы читаете, а иначе вас будет крутить, и вам будет очень тяжко. И будете ещё хуже сотворять грехи, чем до этого сотворяли. Ну вот, братья и сестры, я вам, в принципе, всё сказал. И по поводу ещё вопрос такой был, что как вот многие люди каются в грехах прародителей. Братья и сестры, вот смотрите, под Епитрохилью называть родительские грехи, что они на нас есть, не надо этого. Потому что через крещение всё с вас снимается, мы уже говорили об этом. Но молить Господа и просить Господи, помоги родителям нашим, сродникам нашим, и, конечно, Господь вам попустит какую-то тяготу, и вы будете эту тяготу нести. Вот так Господь спасает людей. То есть, как нашим родственникам будет легче, нам немножко нужно будет понести тяготу какую-то. Поэтому это закон такой церковный. То есть, когда мы даже, священники, кто-то к нам едет и говорит, батюшка, благословите приехать, причаститься. И вот человек едет, а я уже ощущаю дух, который на нём находится, и мне тяжко становится. Всё хуже и хуже и хуже. Потом он приезжает, поисповедуется, и всё раз исчезает. Но вот это мы должны нести. Когда священник такие вещи несёт, он подражает Господу нашему Иисусу Христу в страданиях Его. То есть, да, мы хоть малой частью дострадаем вот так вот со Господом. Поэтому каждый священник должен вот так вот страдать за пасту. Здесь ещё у нас, я очень читал, что один святой у нас некоторые пишут, что царь может пострадать за народ. То есть, да, на основании этих святых отцов я вам говорю, что мы можем чётко и ясно называть подвиг Государя христоподражательной жертвой. Помоги нам всем, Господи, братья и сестры. И вы тоже ко мне постарайтесь относиться, как бы сказать, с неким милосердием, что ли. Потому что мне очень тяжело. Сейчас со всех сторон нападения идут. Эти нападения, я не за себя сейчас говорю, а на церковь, в которой нападение идёт. И мы только успеваем отбиваться от одного, от другого, от третьего. И, конечно же, грешный человек всегда боится, чтобы что-то сделать не так или сказать что-то не так. Поэтому вы тоже будьте поснисходительнее. Если что-то кто-то увидел, связанное с канонами церкви, я сказал, не так, и кто-то мне напишет, да, вот нормально просто, напишите мне. То есть, и я вам обещаю, я постараюсь с Божьей помощью всегда это увидеть, услышать, перепроверить и вам ответ дать. Спасибо, Господи, с Богом. Спасибо, Господи.